Лидия Янковская Лидия знает, что в Америке не все испытывают такие же теплые чувства. В оркестре все музыканты – беженцы или дети беженцев из разных стран. И играют они произведения композиторов-беженцев или композиторов, которые писали на тему расставания с Родиной. Жанна Алхазова поет арию, плененную египтянами нубийской принцессы Аиды из оперы «Верди». Мы беженцы, уезжали в 90-е годы, поэтому я прекрасно помню, что это означает быть беженцем. Певица Амаль Эль-Шрафи – дочь палестинского беженца. Когда я вижу, что происходит в мире, особенно с сирийскими беженцами, я чувствую личную связь с этими событиями, потому что через это прошла моя семья. Поэтому я дарю свой голос организации, которая им помогает. Сбор от концерта в Вашингтоне пойдет благотворительным организациям ХИАС и International Rescue Committee. Помимо музыки беженцев, здесь можно попробовать их кухню – национальные закуски мусульманских стран, въезд из которых в США временно запретил президент Трамп. Кулинарную часть концерта обеспечила Гурмей Симфони. Мы объединяем музыку, которую играем с кулинарией. Так что зритель получает разносторонние удовольствия. Лидия Янковская напоминает, что даже такая очень американская песня, как «Бог храня Америку», была написана иммигрантом из России – Ирвингом Берлином. Я считаю, что очень важно помнить, насколько беженцы-эмигранты построили эту страну и продолжают ее строить. Виктория Купченецкая, Мара Адамова, Сергей Гусев, Сергей Москалев. Специально для Настоящего Времени Америка. Нью-Йорк, Вашингтон.